МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что наша жизнь играет... Да, господи, неужели счет 5-5, уважаемые зонтаки? Но, тем не менее, счет 5-5. Счет 5-5. Господин Непомнящий, вы, как всегда, оказались правы. Благодарю вас. Счет 5-5, и мы играем с вами одиннадцатый раунд. Ну что ж, господин Непомнящий, у нас игра подходит к концу. Что вы думаете, команда воспряла духом после неудачного начала и готова побеждать? Совершенно верно. Но на старе еще ваша опроса, что я неудача. С 1-3 отыграться и даже выйти вперед. Ну и, кстати, минута лишняя, я так понимаю, пригодилась, да? Все-таки правильно пришел. Да, что неудача, она пригодилась, да. Дополнится эту минуту, так что все очень к месту. Господин Томашевский, что вы думаете? Пожелаете команде удачи на последнем раунде? Ну, помимо пожеланий удачи, я вообще хотел восхититься, да, кармандой, восхититься. Мне кажется, если бы Маша ответила на вопрос про G8, я когда вот обсуждался вопрос про семерку, да, и восьмерку, я затаив дыхание, когда Маша назвала поля G7, G8, я ждал очень, что вопрос будет докручен. К сожалению, этого не случилось. Тем не менее, могу восхититься следующим ответом от Олега, которого не сломил неудачный супергвизм. Ну что ж, счет 5-5, и вам, Волчок, выбрал вопрос из Брянска. Против вас играет защитник интересов наших зрителей, господин Непомнящий, представляющий Брянск. Внимание, конь! Вот он перед вами, уважаемые знатоки. Вопрос сложный, записывайте, слушайте внимательно. Госпожа Флеменных, знакома ли вам знаменитая Бессмертная партия? Конечно. Конечно. Так вот, в знаменитой Бессмертной партии, как вы, наверное, знаете, роковую роль сыграл королевский конь. Внимание, вопрос. Что Набоков назвал памятником Кизеридскому как соавтору этой партии? Кизеридский черный иммиграл, да, Андерсон Бейлова? Да. Можете в двух словах напомнить, что там основное было? Там была куча жертв и... Так. Партия середины 19 века, да, памятник, соответственно... Андерсон Кизеридский, известная партия. Получается, ну, с автором обычно называют того, кто проиграл. А может быть, это не может быть какой-нибудь череп коня, как с типа Соледом? Ну, вещь Олег, который погиб от собственного коня, откуда змея выползла. Почему Набоков? И зачем нам этого коня раздали? Набоков литература. Вот зачем раздали, я не знаю. Можно бы скажем, что вот там в каких-то стаунтоновских шахматах конь, похож, имеет какие-то черты Кизеридского. А, это хорошо. Но я не помню, как он выглядел. Ну, да, памятник. Хорошо, что мы еще из фигурки можем, вот посмотрев... Она смотрит налево, темная, такая серенькая. Может, похоже на каких-то коней, на каком-то памятнике, на чем-то, не знаю, колесник. Может быть, какой-то памятник, да. Типа там какая-нибудь... Кокаянечка... Время истекло. Время истекло, уважаемые знатоки. Госпожа Фоминых, кто будет в решающий момент отвечать на вопрос? Ну, вопрос очень сложный. Думаю, что, конечно, не помешала бы еще одна минута здесь дополнительного времени, потому что тут и коня надо как-то рассмотреть, и партию Кизеридского с Андерсоном вспомнить, еще рассказать. К сожалению, госпожа Фоминых при счете 5-5. Если бы вы ответили на какой-нибудь из вопросов досрочно, да, то вы бы тогда имели эту дополнительную минуту. Но сейчас, к сожалению, ее у вас нет. Ну, вопрос повторить я, конечно, могу в решающий момент. Дать на коня посмотреть тоже могу. Не случайно мы его вам показали. Но все же, кто будет отвечать? Ну, давайте в решающий момент у нас самый, наверное, опытный ответит Олег Волков. Олег Волков. Ну что ж, господин Волков, Итак, посмотрите, вот перед вами конь. А Владимир Набоков... Назвал памятником, ну, как вы, наверное, знаете, проигравшему Кизеридскому Нечто, да? Нечто назвал памятником Кизеридскому, как соавтору той партии. Итак, что же Владимир Набоков назвал памятником Кизеридскому? Ну, все-таки я предположу, что это фигурки коня в стаунтоновских шахматах придали какие-то черты Кизеридского. По мнению Набокова он увидел какое-то сходство. И вот то, что такими шахматами играют уже больше 150 лет, он назвал это памятником ему. Это памятником. Ваш ответ понятен, господин Волков. А теперь, внимание, правильный ответ. Перечитывая теперь этот роман, говорил Набоков, вновь разыгрывая ходы его фабулы, я испытываю чувство, схожее с тем, что испытывал бы Андерсон, с нежностью вспоминая, как пожертвовал обе ладзи несчастливому благородному Кизеридскому, который обречен вновь и вновь принимать эту жертву в бесчисленном множестве шахматных руководств с вопросительным знаком в качестве памятника. Владимир Набоков назвал памятником Кизеридскому вопросительный знак. Посмотрите, конь на него похож. 6-5 в пользу зрителей. Ну что ж, команда Марии Фоминых терпит поражение, к сожалению, в этой игре. Не пощадил их волчок на последнем вопросе. Вопрос, господин Непомич, у нас был самым сложным в этой игре. Именно он решил судьбу сегодняшнего вечера. Хотя мне кажется, что на самом деле, ответить вы чуть раньше на один из вопросов, который вы немножечко не докрутили, то все могло бы быть совсем иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мюзикл Шахматы. Театральная сенсация от авторов Короля Льва, Мамма Мия и участников Абба. Слава и одиночество, любовь и предательство, верность и измена. Шахматы. Премьера десятилетия в Театре МДМ. Субтитры создавал DimaTorzok